Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями, где также каждый день мы размещаем аналитический контент с упором на тех, анализ и отдельные фундаментальные заметки. Вам в помощь для принятия торговых решений. Ну что ж, сегодня на повестке экономического календаря блок данных по инфляции из Канады в 13.30 по GMT. Выйдет статистика, это сразу основной индекс потребительских цен и базовая инфляция. Традиционно рекомендую обратить внимание на базовый индекс потребительских цен, который не учитывает такие волатильные компоненты, как продовольственные товары и цены на энергоносители. Мы давненько уже не добавляли какого-нибудь другого инструмента в привычный для нас список анализируемых активов. Я предлагаю сегодня выбиться из этой практики и посмотреть на перспективы пары доллар-канадец. В частности, данный дуэт активов сейчас котируется на отметке 1.3614. И с учетом того, что на повестке указан релиз, я думаю, что сегодня эта пара может показать интересное движение. Но к ней перейдем позже. Давайте начнем сегодня с рынка нефти. Брэн котируется в районе 80 долларов за баррель. Я по-прежнему, как, наверное, и многие, сохраняю статус-кво, потому что хочется лучше разобраться в том, на каких уровнях будет уместнее оказаться рынку нефти в ближайшее время. Конечно же, если опираться на фундаментальный фон, я ранее уже приводил вам кучу аргументов, указывающих на то, что бренд нужно покупать, так же, как и WTI. Не имеет значения, каким сортом нефти вы торгуете. Друзья, долгосрочные перспективы рынка направлены вверх. Bank of America накануне спрогнозировали, что в первом квартале 2023 года рынок нефти ждет взрывной рост. Ну, немножечко принизим значимое слово «возрывной», потому что, скорее всего, прям такого существенного отклика положительного в котировках не будет. Но я разделяю точку зрения того, что нефть будет заряжена на восстановление в начале следующего года. Причем ранее я уже много раз вам говорил, что в основу этого ралли могут отложиться такие факторы, как эмбарго на поставку российских углеводородов, решение о потолке цен тоже в отношении всех углеводородов. Это и нефть, и, собственно, актуальность прошлого дня еще потолок цен на газ. И, учитывая принципиальную позицию России, не поставлять сырье в недружественных странах, которые поддерживают такую нерыночную механику ценообразования, тоже мы это уже обсуждали, объем нефтедобычи будет скорректирован и в результате предложения со стороны российских поставщиков снизится. По данным Международного энергетического агентства, в середине 2023 года спрос начнет существенно превышать предложения. Если попробуем разобраться в цифрах, если объем нефтедобычи просядет в России больше, чем на 2 миллиона баррелей, логично предположить, что именно столько недополучит мировая экономика. Я не думаю, что кто-то сможет заполнить эти объемы выпадающих поставок. Потому что, да, это может сделать ОПЕК, но если ОПЕК придет на то, чтобы заместить эту долю выпадающей российской нефти, то рынок нефти, скорее всего, останется под давлением. ОПЕК это точно не нужно, потому что для ОПЕК критичный, опять же, в стоимости того же самого бренда является ценовой рубеж на отметке 80 долларов за баррель. И можно сказать, что ОПЕК будет защищать данную планку. Каким образом? Если цены на нефть все-таки окажутся существенно ниже 75 долларов за баррель или того подобного, даже ниже 75, то, скорее всего, ОПЕК выйдет на рынок с новостью о том, что они планируют дополнительно сократить объем нефтедобычи. Тогда цены быстро вернутся в район 80 долларов и выше. Поскольку многие инвестбанки прогнозируют, что 2023 год будет крайне удачным для рынка черного золота, я рекомендую вам, если вы исходите из долгосрочных ожиданий инструментов и торгуете на долгосрок, присматриваться к нефти уже сейчас, потому что как раз бренд торгуется в районе 80 долларов за баррель. И покупка с текущих рубежей с большой долей вероятности принесет значительный профиль в 2023 году. И эта сделка с большей долей вероятности реализуется, нежели чем развитие в 2023 году нисходящей динамики. Что касается других инструментов. Индекс доллара 103.80 относительно стабилен, как приклеенный к планке 104 пункта. Я думаю, что это будет продолжаться, возможно, до завтрашней торговой сессии, когда вниманию трейдеров будут представлены данные по ВВП, заявкам на пособие безработицы. В пятницу еще заказаны товары длительного пользования в США. Это дополнительная статистика, которая позволит нам уточнить, скажем, общее состояние экономики сейчас и все это спроекцировать на последние комментарии американского регулятора. Напомню, что ФРС повысил ставку и дал понять, что будет повышать ставку и дальше. После чего сохранит жесткую монетарную политику и высокий уровень процентных ставок в течение длительного периода времени. На этом фоне, друзья, посмотрите, как ведет себя рынок долга. Доходности американских облигаций трежерис продолжают расти. Сейчас десятилетки уже на отметке 3.70 держатся. Доллар только почему-то отстает, но я думаю, что вот этот временной лах, он будет в итоге закрыт. При текущей доходности 3.70 доллар, конечно же, должен быть уже в районе 105 пунктов. Не знаю, чего ждут трейдеры, может быть, многие уже, те, кто действительно с солидными деньгами и может оказать влияние на волатильность, уже на отдыхе. Но, возможно, в последние дни уходящего года мы увидим вот это вот ралли Санта-Клауса, которое может стать причиной роста курса американского доллара и движения индекса американской валюты выше 105 пунктов. Не забывайте все то, о чем я говорил ранее. Если не нравится, торговать долларом и смотреть на него с точки зрения бычьих перспектив, отталкиваясь от монетарной политики жесткой, риски рецессии, они тоже попутным ветром могут стать для этого актива, потому что если американская экономика окажется под серьезным давлением и в вот этой экономической яме, которую прогнозируют, то доллар точно будет пользоваться спросом. Золото, как вовремя, мы рассмотрели бычий потенциал этого актива. Еще раз спасибо индексу рыночных настроений, который и сейчас продолжает нам сигнализировать, указывать, подсвечивать возможности того, что нужно держать длинные позиции. Золото 1813 долларов за тройскую функцию, сейчас хайп был 1820. Я предлагаю, друзья, рискнуть, потому что это благородное дело, до конца этого года поставить на 1850 долларов за тройскую функцию по этому активу. Большинство шортит, причем сейчас это уже больше 70%, и рынок золота легко может пойти выше в самые ближайшие минуты. По фондовому рынку по-прежнему я негативно настроен, так же, как и по рынку криптовалют. Сейчас котировки по биткоину 16793, жду обвал фонды, и, соответственно, по принципу корреляции жду такой же динамики и от рынка криптовалютных активов. Пара доллар-иена 132.15 – это точно этот дуэт активов вчерашний герой дня, потому что если брать цены открытия и закрытия, то движение пары доллар-иена вчера составило около 600 пунктов. И я думаю, что пробой поддержки 130 – это вопрос ближайшего времени. Напомню, что еще несколько месяцев назад мы рассматривали пару доллар-иена как очень хорошую возможность зашортить на долгосрок, потому что там были валютные интервенции со стороны Банка Японии. В сентябре и октябре в совокупности было влито в экономику больше 50 миллиардов долларов, что привело к укреплению курса национальной японской валюты. И сейчас еще вчерашнее решение Банка Японии – да, сохранить ставку на отрицательном уровне минус 0.1, сохранить доходность целевую по облигациям 10-летним в районе нуля. Но Банк Японии расширил диапазон, в рамках которого он позволит гулять, скажем так, доходности этих облигаций. Если раньше диапазон был минус 0.25 – 0.25, то сейчас он минус 0.5. Это значит то, что теперь Банк Японии будет позволять рынку быть более гибким, что ли, не будет вмешиваться через те же самые интервентные механизмы покупки и продажи облигаций, когда доходность превышает указанные значения. А если он не будет вмешиваться и выливать в экономику, опять же, еще больше ликвидности, это самый настоящий шаг, который направлен на постепенный отказ от сверхмягкой экономической политики и смещение фокуса внимания Центрального Банка в сторону будущего ужесточения монетарного режима. Давно пора, потому что дефляционных рисков безусловно уже нету, поэтому оправдать мягкую экономическую политику я даже не знаю, чем оправдывать точнее, чем будет в ближайшее время и лучше от нее отказаться. Уровень инфляции в Японии 3,7% – это тоже почти в два раза выше, чем целевоориентированные отметки в 2%. Что будет делать дальше Банк Японии? Скорее всего, какое-то время политика не будет меняться, но в конечном счете через несколько месяцев мы услышим, может быть, даже о повышении ключевой процентной ставки, уводы ее с отрицательной территории на положительную. И тогда, возможно, будут правы эксперты Сити, которые прогнозируют 115-110 йен за доллар в середине следующего года. Друзья, и что касается пары доллар-канадец, я думаю, что легко можно держать эту пару с селем 1,37-1,38. Сегодня против канадского доллара могут выступить данные по инфляции, которые, скорее всего, снова укажут на значительный рост инфляционного давления в регионе, что будет интерпретировано как негативный фактор для и без того переживающей один из самых худших периодов своей новейшей истории канадской экономики. Потенциал роста обозначен. Давайте смотреть за фактической реакцией на отчеты и ждем необходимых результатов. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!